Всем привет, с вами сегодня снова я Виктория Крокус, сегодня у меня видео из серии Back to School, которое называется Собираем пеналы на учебу. Я буду собирать три пенала, во всех пеналах будет разное наполнение, поэтому видео должно быть очень интересным. За окном сейчас дождливая погода, и в такую погоду у меня больше всего настроения на учебу, мотивации на то, чтобы что-то делать, и поэтому я решила собрать пеналы. Подготовила некоторую канцелярию, я буду класть в пеналы то, что считаю нужным, но также у меня будет очень много ярких красивых вещей, просто для удовольствия, для того, чтобы в этом видео было много канцелярия. Если кому-то интересно, я очень хочу в ближайшее время купить пенал от Канкин, у меня есть рюкзак, вы, думаю, все знаете. Вот я хочу приобрести пенал, он стоит в пределах двух тысяч, но он довольно эстетичный, я думаю, что его хватит на всю мою жизнь, потому что он отличного качества. Напишите в комментариях, у кого есть такой пенал оригинальный, нравится вам он или нет, насколько он удобный, потому что я пока в раздумьях, и какой вообще цвет взять. Если я его куплю, то, конечно, у меня будет о нем видео. Ну а пока мы будем с вами собирать вот эти три пенала из магазина Зака. И первый пенал, который я хочу собрать в этом видео, это самый яркий, и он будет у меня более такой детский. Я буду сюда класть яркую всякую канцелярию. Этот пенал стоил в Заке 450 рублей, тут есть очень мягкая лапка котика, которую, когда гладишь, немного успокаиваются нервы, потому что похоже на собаку или на кошку. Он сделан в мелкую крапинку разных блесток фиолетово-синего цвета. Он новенький, то есть он продается в Заке, если вам он понравится, вы можете его купить. Кисточка на замке. Так, открываем. Он довольно вместительный, поэтому сюда много чего можно положить. И первое, что я хочу в него положить, это будут ручки. Обычно мне нужно две синие ручки на учебе, и поэтому я положу две синие ручки. Может быть, вот эти с котиками новые, тоже из Зака, или что-то... Можно... Да, давайте вот эту возьмем поярче. Это шариковая ручка, в ней четыре цвета, зеленый, сиреневый, красный и такой серый. Я думаю, что для этого яркого пенала она как раз-таки подходит. И одну давайте возьмем вот эту ручку. Она тоже просто синяя. Еще мне нужна корректирующая лента, потому что без нее вообще не представляю своей жизни. Я возьму из Заки, как я и обещала, мы откроем ее именно в этом видео. И нет ничего такого, чтобы открывать корректирующую ленту, даже если ты пока не будешь ей пользоваться, она не засыхает. Это не замазка. Этих двух ручек, я думаю, мне хватит. Теперь я должна положить сюда карандаш, вот этот, потому что он фиолетовый, довольно яркий, и когда нужно поменять грифель, не нужно ничего точить, не нужно носить с собой точилку, просто делаете так, и выходит следующее. Отличный карандашик. Потом я беру сюда ластик. Ластик я решила взять с персиком, он с запахом. Он безумно классно пахнет персиком, и я думаю, сюда подходит. Теперь текстовый делитель, так как этот пенал самый яркий, я вот думаю, какие текстовый делитель взять. У меня есть такие мини, есть с блестками, да, давайте, наверное, возьмем именно с блестками. Я хочу выбрать голубой цвет и зеленый, потому что это подходит под этот пенал. У меня все еще тут много места. Еще со школы повелось так, что я всегда ношу с собой бальзамы для губ, именно в пенале, потому что когда сидишь на парах, на уроках, и ты не забываешь это делать, особенно зимой. Я думаю, что сюда я положу классный манговый бальзам. Это даже маска для губ от фирмы Фрудия. Вот так он выглядит, очень красиво. Давайте откроем, посмотрим. Классно пахнет манго. Можно представить, что ты в Таиланде хотя бы на 30 секунд. Пока мне очень нравится то, что у меня получается. Еще сюда нужно положить цветные ручки, потому что я люблю в своих конспектах что-то добавлять, именно цветными ручками подчеркивать, или же писать заголовки. Я вот сейчас думаю, какой цвет взять, чтобы это подходило. Давайте я возьму вот этот неоновый зеленый. Он один из моих самых любимых в этом наборе, он очень яркий и сюда подойдет. Клипсы я брать не буду, это будет в следующем пенале. И также давайте добавим стикеры, вот эти зелененькие, удобно. Они отрываются от пост-ит и можно сбоку положить, потому что на учебе я ими тоже пользуюсь все время. Сюда добавить линейку, но я пока не уверена, что она мне нужна, поэтому оставим так. Я думаю, это все, вот такой у меня пенал получился. Тут еще осталось очень много места для того, чтобы, например, складывать туда всякий мусор. Периодически нужно чистить, проверять свои пеналы, потому что у меня бывало, что лежали там всякие какие-то бумажки, переписки целую неделю, я даже об этом не знала. Следующий пенал, который я решила собирать, это пенал-сеточка. И если вы не против, я уберу изнутри вот эту вот голубую вкладку пенал, потому что, мне кажется, мы то же самое собирали только что, и мне не хочется опять собирать такой же. Это просто серый пенал для более взрослых девочек, так скажем. Можно брать его в университет. Конечно, он довольно большой и просвечивает, но ничего страшного. Первое, что я сюда хочу положить, это будет ручка обычная и обычный механический карандаш от Муджи. И если что, я носила бы этот пенал вот таким образом, с этими тетрадями тоже от Муджи, мне кажется, что это сюда подходит. Я кладу простой карандаш. Два текстовы делителя тоже от Муджи, это голубой и зеленый. У них прозрачное Долото и с другой стороны фломастер. Я люблю эти текстовы делители очень сильно. Закладки тоже от Муджи, потому что они спокойных цветов. Мне кажется, что мои яркие вот эти сюда не подойдут, а вот такие просто отлично будут смотреться. Тем более, они широкие, немного другие, это интересно. Скрепочки. Наверное, положу одну, одной хватит. Бальзам для губ на этот раз я выбираю от фирмы Carmex с лесными ягодами. Сейчас мне нужна какая-то ручка, я не знаю, что сюда подойдет, потому что у меня все очень яркое. Я придумала, у меня есть домашний пенал, и тут есть очень красивые белые такие ручки, они, конечно, немного сакуры. Я решила, что в этот пенал не подходят вообще никакие мои ручки, поэтому я возьму тоже от Муджи, чтобы более-менее было все эстетично, я возьму темно-синюю и черную. У нас в университете никак к этому не придираются, можно писать любой ручкой, поэтому это отлично подойдет для меня. По поводу цветных ручек тоже можно взять какую-то из Муджи, пусть это будет оранжевая ручка. И, наверное, это все, я думаю, хотя у меня получился полупустой пенал. Ластик от Муджи у меня нет, поэтому я думаю, что в этот пенал можно положить ластик от фирмы Милан, он тоже просто беленький, красивый. По поводу корректирующей ленты можно взять вот эту, наверное, она сюда подойдет, потому что там у меня есть зеленый текстовый делитель. Давайте положим ее. И не забывайте написать в комментариях, какой из этих пеналов вам больше всего понравился по дополнению, какой бы вы стали носить. Потому что я еще вот к ним подбираю тетрадки, чтобы у меня был, так скажем, целый набор. Два пенала готовы. И теперь мы переходим к следующему, к третьему, это розовый прозрачный пенал с зайкой в розовый кружочек. Намного больше, чем эти два пенала вытянутые, и мне кажется, сюда как раз линейку можно будет положить. Под этот пенал я подобрала такую тетрадь розовую с котиком, тетрадь-блокнот, тоже из Зака. Итак, первое, что я хочу положить в этот пенал, это линейка, потому что мне кажется, что хотя бы в одном пенале у меня должна быть линейка, и эта линейка сюда отлично подходит, она гнущаяся от фирмы Muppet. Я, кстати, много лет, потому что я с ней еще ходила в школу. И удобно, что если даже она вот так не помещается в пенал, можно ее свернуть, как вам удобно, сложить можно даже вдвое, и с ней ничего не случится. И этот пенал я хочу собрать максимально так, чтобы прозрачно он выглядел круто. Сейчас я буду думать, как это сделать. Я думаю, как раз-таки сюда подойдут мои мини-текстовые делители. Я хочу взять два. Это розовый и сиреневый. Они такие сделаны, как в виде леденцов, и под линейку подходят. Теперь ручки. Ручки я даже не думаю, потому что я сразу уверена, что хочу взять вот эти персиковые. Три, наверное, возьму, потому что они мои самые любимые. Я, кстати, их сейчас использую для изучения языков. Ну, когда занимаюсь дома, я занимаюсь ежедневно, даже летом. И вот использую эти ручки. Они очень крутые, сюда подойдут. Сиреневые стикеры закладки от Post-it. Мне, конечно, жалко отрывать, но вот так действительно намного удобнее, чем таскать целую упаковку. Тут все такое девчачье получается, единорогов только не хватает. Корректирующая лента, она будет тоже с сакурой. И еще хочу добавить сюда скотч, потому что в некоторых своих конспектах, ну, конкретно, которые я пишу дома, я люблю клеить сверху скотч, потому что так получается веселее. Я возьму один тоненький и один потолще скотч. Как вы можете видеть, они уже очень много использованы, потому что я их сейчас каждый день использую. Так, что же мне еще тут не хватает? Наверное, только карандаша и ластика. Ну, конечно, добавлю сюда скрепочку, потому что она все время бывает нужна. Еще в этот пенал вполне можно уместить мои беспроводные наушники, потому что и по цвету подходят, и удобно. Бальзам для губ от EOS. Автоматический сиреневый карандаш с собачками в виде хлебушка. Я решила добавить один брашмаркер Ecoline. Как правильно сказать? Выделять свободное место там, где вот конспекты. Думаю, вот розовый или сиреневый. Давайте розовый возьмем. И вот такой у меня получился третий пенал. Он у меня самый-самый наполненный и, наверное, самый интересно подобранный. Кто-то скажет, что здесь много лишнего, но, ребята, это просто видео. Почему бы не собрать пенал именно так? Мне лично это интересно. У меня даже было отдельное видео, собирая пенал в одном цвете. Сейчас получилось что-то типа мини такого ролика. Итак, напишите в комментариях, какой из трех пеналов вам понравился больше всего, какой бы вы носили. Всем пока! Продолжение следует...